Здравствуйте! В нашей программе мы говорим о нравственном и духовном аспекте в образовании на примере авторского семинара известного академика Российской Академии образования Шалвы Александровича Амнашвили. В дни пребывания педагога в стенах Национального центра БУВЕК были показаны необычные мастер-классы, цель которых состоит в раскрытии самобытной природы в ребенке, уважении и утверждении его личности, направлении его на служение добру и справедливости. Философы часто в Греции раньше ходили в парк, который назывался парком Академуса. Говорят, кстати, две версии этого парка есть, почему он назывался Академусом. По одной версии был греческий герой Академус, полубог, которого греки очень почитали. Есть и другая версия, что был гражданин греческий, в Афинах жил, его звали Академус, и он подарил Платону свой садик для того, чтобы Платон ходил в нем и там учил своих учеников. Так или иначе, от этого слова Академус идут такие понятия, как академик, академия и так далее. Мы сейчас, философы, я вас приглашаю в этот сад Академуса, чтобы поразмыслить, пофилософствовать. Последователь и единомышленник Шалва Александровича Аманашвили, президент Международного центра гуманной педагогики Паата Аманашвили на своем мастер-классе предложил группе педагогов примерить на себя роль философов. Таким образом, в образе Сократа или Аристотеля, Альфарабия или Зопа участники попытаются решить некоторые философские задачи. Вот эти четыре камня. Богатство, как вода. Что-то и что-то. Альфарабий. Приходит и уходит, говорит Альфарабий. Спасибо, Альфарабий, но ты опять не назвался еще раз. Я Альфарабий, думаю. Я Альфарабий. Хочу сказать, что богатство, это как вода, приходит и уходит. Спасибо, Альфарабий. Интересная мысль. У нас у других философов будут и другие. Я сейчас к тебе подойду. Второй камень. Красна птица. Чем-то. Книга, подобно воде. Что-то, что-то и что-то. Три слова. Лучше один день быть чем-то, чем тысячу лет его чем-то. Философы подумали. А я вот каменщик. Кто хочет мне помочь? Спасибо, что уже помог чуть-чуть, Альфарабий. Абай, красна птица полетом, а человек трудом. Ага, красна птица полетом, а человек трудом. Спасибо, интересно. Лучше один день быть человеком. А кто ты? Кто ты? Я Эзоп. Спасибо, Эзоп. Слушаем мы тебя. Я подумал. Лучше один день быть человеком, чем тысячу лет рабом. Его рабом? Рабом. Как рабом? Там еще слово его. Подумай еще раз, да. Аристоте, лучше один день быть человеком, чем тысячу лет его подобием. Ага, спасибо, интересно. Ну опять ты не назвался. Не забывай, кто ты и что ты мыслишь, да, Аристотель. Я Сократ. Я думаю, книга подобна воде. Она лечит, чистит, направляет. Ага, интересно. Ага, интересно. Ещё. Аристотель. Богатство, как вода, течёт и не кончается. Спасибо, Аристотель. Спасибо. Всем очень понравилось твой подход. И юмор мы оценили, конечно. Конфуция, я полагаю, книга подобна воде. Она чиста, прозрачно, питает жизнь. Красна птица крыльями, а человек светом. А человек прекрасен светом. Лучше один день быть счастливым, чем сто лет, чем тысячу лет его ждать. А, интересно. Просто там лишние слова. Обрати внимание, Аристотель. Вот у тебя, да, у тебя лишние слова. Там столько нет. Давай, да. Да, ну надо вот лаконично выражать, выражать всё и обращать внимание. Да, Конфуция. Что вот там именно стёрты несколько слов. То есть это древняя мудрость. И я, каменщик, хочу эту древнюю мудрость восстановить, как она была. Вот так я хочу это сделать. Аристотель. Красна птица полётом и человек вдохновением. Красна птица полётом. А человек, а человек. Каждая буква здесь очень важна. Да, а человек вдохновением. Там А, да. Вот что он решил. Богатство, как вода, притекает и утекает. Красна птица перьем, а человек учением. Книга подобна воде. Дорогу пробьёт везде. Лучше один день быть человеком, чем тысячу лет его тенью. Как философы, вам понравилась древняя мудрость, которая была утеряна на этих камнях? Спасибо. Давайте следующее. Александр Македонский, великий полководец. Вы, наверное, слышали об этом человеке. Он завоевал почти весь тогдашний мир. Он его завоевал, он им владел. Когда он уходил из жизни, он попросил своих друзей похоронить его с открытыми руками, повёрнутыми ладонями вверх. Первым делом, конечно, мы спросим Аристотеля, почему интересный их ученик так поступил. А потом, конечно, и все. Македонского так похоронили, потому что он этим хотел сказать, я завоевал полмира, но с собой ничего не уношу. Ага, спасибо. Я запомнил такое изречение. Я завоевал весь мир, но ушёл ни с чем. Спасибо. Сократ говорит, человек родился голым и уходит в этот мир тоже голым. Пифагор то же самое подтверждает, что я пришёл с открытыми, с пустыми руками и ухожу с пустыми руками. Ага, интересно. Да, наверное, оно так и было. Человек приходит ни с чем, и даже если он завоевывает весь мир, то уходит опять ни с чем. И это и хотел, наверное, подчеркнуть ученик Аристотеля, что вот я ухожу отсюда и показываю всем, что ничего с собой не способен унести. Паата Аманашвили представил образец урока, на котором дети выполняют подобные задания, рассуждая об общечеловеческих ценностях в контексте философии, истории и литературы. Такие познавательные и развивающие уроки дают толчок к культурному саморазвитию детей, позволяющие им взрослеть и крепнуть духом. Давайте продолжим. Опять мы встречаем каменщика нашего, у которого еще одна задача. Он догоняет нас и говорит, секундочку, философы, помогите, пожалуйста, еще раз. Привезли четыре камня. Давайте. Привезли четыре камня. Краеугольный камень, камень преткновения, философский камень и волшебный камень. И дали мне четыре интересных мыслей. Сердце умнее, деньги не пахнут, Бог есть любовь, и спеши творить добро. Деньги не пахнут. Камень преткновения, деньги не пахнут. Правда? Абай сказала. Я Эзоп, я подумал, неплохо видно, краеугольный камень, Бог есть любовь. Ага, спасибо, Эзоп. Сократ тоже подтверждает, что краеугольный камень, Бог есть любовь. Спасибо, Сократ. Пифагор думает, что философский камень это сердце умнее. Спасибо. Я тоже думаю, что философский камень это сердце умнее. А, хорошо, спасибо. Сократ думает, волшебный камень спешит творить добро. Спасибо, Сократ. А вот как решил наш каменщик. После наших советов долго подумал, и он решил написать на краеугольном камне Бог есть любовь. На камне преткновения он написал Теньги не пахнут. Философский камень сердце умнее. Волшебный камень спешит творить добро. Известный российский педагог, психолог, исследователь, инноватор в области педагогической психологии Шалва Аманашвили создал гуманную педагогику на синтезе философии, основ бытия и педагогики. Его методика воспитания и обучения направлена на личностное развитие ребенка, построение уважительных и доверительных отношений между детьми, учителями и родителями. Эти принципы созвучны с основами авторской программы САРАЛПС-ХЗ «Самопознание». Безусловно, подобные семинары и лекции обогатят опыт казахстанских последователей гуманной педагогики. Ну вот, мы встречаем еще в парке Академус, мы встречаем путешественника, который подходит к нам с просьбой и говорит, знаете, вот я нашел таинственный пергамент с этими странными рунами. Я даже переписал этот пергамент, чтобы раздать философам, может быть, кто-нибудь решит это. Пожалуйста, давайте, раздайте. Раздай, Аристотель, быстренько. В них зашифрованы какие-то мудрые слова или что-то интересное, но я никак не могу разгадать. Пожалуйста, может вы найдете разгадку этого, что там зашифровано. мудрость, совесть, честность, любовь, доброта, сердце и лад. Ну-ка, покажите нам следующий кадр, пожалуйста. мудрость, совесть, честность, любовь, доброта, сердце и лад. Чем вам эти слова нравятся, философы? Здесь, конечно же, не могло быть случайных слов в этой древней, в этом древнем пергаменте. Во всех них заключена любовь, энергия, любви. Спасибо. это созвучит с общечеловеческими ценностями. Спасибо, спасибо. Я изоп, я подумала, это и есть человек. Ага, давайте. Сократ говорит, что все эти ценности находятся внутри у человека. Ага, Сократ. Как ты тонко все замечаешь. Это добродетель, которым нужно взращивать себе. Вот эти наши мудрые слова, которые можно расставить по этим мудрым высказываниям. Живи по совести, минуешь горесть. Спасибо, Пифагор, спасибо. Сократ говорит, если веришь, совестью веришь. Солнце всех солнца есть сердце, мудрость есть царица неба и земли. Твоя доброта есть твоя известность. Живи по совести, минуешь горести. Твоя красота в твоей честности. Дела помыкла. Ага, спасибо. Ну-ка, давайте нам следующие кадры мы сейчас посмотрим. Если веришь, любовь умеришь. Солнце всех солнц есть сердце. Смотрите, как прекрасно сказано. Мудрость есть царица неба и земли. Твоя честность есть твоя известность. Живи по совести, минуешь користи. Видите, как хорошо философы выражаются не только лаконично, но и поэтично часто. Твоя красота в твоей доброте. где лад там клад. Итак, задание. Используя эти четыре слова, принесите, если захотите, завтра какую-нибудь мудрую мысль. Чтобы эти четыре слова были использованы в этой фразе, мудрой фразе. Можно добавить уже другие слова здесь, можно еще составить как хотите. Это может быть предложение или даже два предложения, но помните, что философы выражаются коротко, лаконично и мудро.